Уважаемые коллеги, сегодня я хотел бы поговорить и осветить вам опыт Италии, поговорить о мутациях вируса и о средствах защиты, насколько они эффективны. И хотел бы начать с того, что после Китая Италия стала второй страной в мире, которая имеет очень значительное число пациентов с COVID-19 и имеет очень большой процент летальности. В начале вспышки COVID-19 итальянский национальный институт здоровья запустил систему наблюдения для сбора информации о всех пациентах, которые госпитализируются с этой инфекцией в клинике Италии. И об этом опыте я хотел бы сейчас поговорить. Данные по всем случаям COVID-19 были получены от всех 19 итальянских регионов и двух автономных провинций. При этом коэффициент смертности был определен как число смертей у лиц с положительным результатом на SARS-CoV-2. Общая летальность у людей с подтвержденным COVID-19 в итальянской популяции по данным на 17 марта составила 7,2%. Демографические характеристики в населении Италии значительно отличаются от многих стран Европы, потому что около 23% населения Италии было в возрасте 65 лет и старше. Особенностью данной эпидемии является то, что летальность намного выше у пожилых пациентов, поэтому распределение по возрасту в Италии может частично объяснить более высокий показатель летальности по сравнению с другими странами. Общий коэффициент летальности в Италии существенно выше, чем в Китае. Обратите внимание, в Китае он 2,3%. Но когда данные были стратифицированы по возрастной группе, коэффициент летальности в Италии и в Китае выглядит очень похожим для возрастных групп от 0 до 69 лет. Но показатели выше в Италии среди лиц в возрасте 70 лет и старше. Особенно он отличается у людей в возрасте 80 лет и старше. Среди умерших пациентов около 30 процентов это были лица женского пола. И в исследовании, которые приведены на этом слайде, многие из них страдали сопутствующими соматическими заболеваниями. У 30 процентов умерших была ишемическая болезнь сердца, 35,5 процентов страдали сахарным диабетом, 20 процентов имели онкозаболевания, 24,5 процента у них диагностировалась мерцательная аритмия, у 6,8 процентов была деменция и 9,6 процента имели историю инсульта. И тут встает очень интересный вопрос. Действительно эти пациенты погибли от COVID-19 или все-таки они погибли от вот этой сопутствующей патологии, а COVID-19 только стимулировал те процессы и те соматические заболевания, которые уже имели эти пациенты. И действительно около 25,1 процентов пациентов, которые погибли в Италии от COVID-19, имели одно сопутствующее заболевание, два сопутствующих заболевания имели 25,6 процентов погибших, а вот три и больше сопутствующих заболевания имело аж 48,5 процента умерших, у которых был диагностирован COVID-19. Может быть эти факты и объясняет большой процент летальности, который мы сейчас наблюдаем в Италии? Почему я так подробно останавливаюсь на соматических заболеваниях у пациентов, которые погибли от COVID-19 в Италии? Дело в том, что эти пациенты поступали и в общесоматические клиники. И картина заболевания, вызванное коронавирусом, была смазана одной из сопутствующих соматических патологий, которые имели эти пациенты. И это действительно представляет определенную опасность. Потому что с такими пациентами мы можем столкнуться и у нас в Украине. Обратите внимание на этот слайд. Больные, которых не смогли спасти врачи в Италии, поступали в больницу в среднем через 4 дня после появления симптомов болезни и умирали через 4 дня после пребывания в клинике. При этом 5,7% умерших при поступлении в больницу не имели никаких симптомов вирусной инфекции. То есть, видимо, были госпитализированы из-за других заболеваний, но они уже имели положительный тест на COVID-19. Обязательный кашель был лишь у 40% больных. Температура повышалась у 76% госпитализированных. Одышку отмечали 73%. У 8% больных отмечалась диарея, хотя этот симптом считается не характерным для коронавирусной инфекции. Особенность сегодняшней коронавирусной инфекции заключается еще и в коварстве самого вируса. Дело в том, что дойдя до Украины, вирус претерпел значительные мутации. Отсюда может быть смазана общепринятая клиника и описанная клиника, которую имели у себя итальянцы и китайцы. Обратите внимание на филогенез COVID-19 по странам. Это представлено на этом слайде. Сиреневые точки – это вирус COVID-19, который был зафиксирован в Ухане, Китае. И вот его разделение по странам на 5 больших видов и более 100 подвидов с изменением контагиозности самого вируса. Большие мутации, которые претерпевает COVID-19, вызваны его структурой. Дело в том, что цепочка РНК COVID-19 значительно отличается от обычной цепочки РНК вируса гриппа. Она более длиннее и поэтому этот вирус имеет больше мутаций. Уже если вирус гриппа за 4 года претерпел более 1000 мутаций, то только за 4 месяца вирус COVID-19 мутировал более чем 2000 раз. Обратите внимание, на слайде представлен филогенез COVID-19 по числам, как меняется геномная структура вируса в зависимости от времени, при котором он существует и распространяется по планете. Он претерпевает значительные изменения по 3, 4, 5 геномам. И в какую сторону изменится контагиозность вируса? Будет он более заразным или он претерпит аттенуацию и станет более ослабленным? Это большой вопрос. И главное, чем мы можем сейчас, на сегодняшний день, противостоять распространению вируса, это использовать в нашей работе средства индивидуальной защиты. Действительно, мы сейчас испытываем недостаток в респираторах, в масках. Очень много людей хотят иметь только респираторы, типа номер 95. Встает большой вопрос, насколько эффективны эти средства защиты. И здесь я хотел бы привести вам работу, которая поможет нам ответить на эти вопросы. Эта работа была опубликована в журнале JAMA еще накануне эпидемии коронавируса. Респираторы номер 95 против медицинских масок для профилактики гриппа среди медицинских работников. Рандомизированное клиническое исследование. Как пишет FDA, обозначение номер 95 на респираторе показывает, что респиратор блокирует не менее 95% очень мелких 0,3 микрона тестируемых частиц. При правильной установке фильтрующие возможности респиратора номер 95 превышают возможности масок для лица, так утверждает FDA. По поводу масок FDA пишет, что хирургическая маска может быть эффективной для блокирования брызг и капель крупных частиц, но не обеспечивает полной защиты от микробов и других загрязнений из-за неплотного прилегания между поверхностью маски и лицом. А теперь вернемся к той работе, которую я уже анонсировал. Целью данного исследования было сравнить эффективность респираторов номер 95 против медицинских хирургических масок по распространению инфекций. Обратите внимание, какие серьезные институты принимали участие в этом исследовании. Исследование проводилось в период с 2011 по 2015 год, с последующим наблюдением по 2016 год. И в него вошло 2862 участника. Данное исследование, с моей точки зрения, интересно не только по охвату различных клиник, но еще и по тем методикам, которые использовали авторы данной научной работы. У персонала, это почти 3000 человек, брали мазки из носа, ротоглотки и определяли реакцию ПЦР. Но вот такое количество вирусов, которое вы видите, представлено на этом слайде. И что же в результате получили авторы данной работы? А получили следующее. Респираторные заболевания были зарегистрированы в 22,5% случаев в группе медицинских работников, которые носили респираторы номер 95. И в 21,6% случаев в группе хирургических масок. Заражение гриппом, несмотря на то, что люди носили эти защитные устройства, произошло в 8,2% случаев в группе респираторов номер 95 и в 7,2% случаев в группе медицинских масок. Вывод. Не было никакой существенной разницы между эффективностью респираторов и медицинских масок в профилактике лабораторно подтвержденного гриппа среди участников, которые регулярно подвергаются опасности респираторных заболеваний на рабочем месте. Но, как утверждают авторы данных исследований, размер выборки, необходимый для окончательного определения эффективности между респираторами и масками, все-таки должен включать значительно большее количество людей. Это около 10 тысяч участников, утверждают они. Но это невозможно по имеющимся финансированию, заключают авторы. Ну и как же нам быть? На этот вопрос, мне кажется, окончательный ответ и очень интересное решение предлагается в одних из последних гэдлайнов, которые мы будем освещать в наших лекциях в дальнейшем. Гэдлайны посвящены инфекции COVID-19 и профилактике заболеваний среди медицинских работников. Так вот, авторы данных гэдлайнов пишут, что для работников здравоохранения, которые обеспечивают уход за невентилируемым пациентом с COVID-19, мы предлагаем использовать хирургические медицинские маски, в отличие от респираторов. Если же медицинские работники обеспечивают уход или выполняют какие-то манипуляции у пациента, который находится на искусственной вентиляции легких, на неинвазивной вентиляции легких, у которого стоит трахеостома. При интубировании пациентов, тут, конечно, должен использоваться респиратор и другие средства индивидуальной защиты. Более того, если посмотреть на пропускную способность респираторов и масок, то и сравнить его с размерами вируса COVID-19, который имеет размер 0,13 наномикрон, то мы увидим, что в общем маска, действительно, и как и респиратор, полностью не защитит вас от проникновения данного COVID-19. Однако при этом, при всем, кроме масок, существуют и другие способы профилактики, и мы расскажем об этом дальше. Ну, и в заключении я хотел бы процитировать Саруса Паблилиуса, который в свое время сказал, что в наибольшей безопасности находится тот, кто на чеку, даже когда нет опасности. Уважаемые коллеги, будьте на чеку и будьте здоровы.